А теперь подпишись на наш канал Всем доброго времени суток, дорогие подписчики, а также зрители нашего замечательного канала, который называется Роли Гейм Онлайн. С вами снова The Dogfather, и мы продолжаем играть Rome Total War, то есть тотальная война Рима. Так, что у нас здесь есть? Я уже немножко забыл. Так, наши города, мы Фермон взяли, Афины, Лариса, Фессалоники, Биллазора, да. Проходим мы за Македонию. Сейчас сделаем небольшую рокировочку такую нашего военачальника, отправим к Афинам. И сделаем ход. Так, так, что-то они нам там предлагают. Опять взяли в осаду наш город. Ой, как они надоели, если честно. Очень-очень-очень-очень-очень-очень достали эти Афиняне, достали эти Пруты и все остальные. Так, Пельтасты. Ну, давайте немножко гоплитов ополченцев наберем. И отправим их к нашему военачальнику. Вот этих вот бомжей надо отогнать, конечно. Ладно. Попробуем сами. Что-то они какие-то больно крутые. Великие империи не сохранить робости. Ну да. Горбачев не сохранил великую империю своей тупизной. Так, скипаем речь. Сразу объединяем наши конных всадников, нашу кавалерию в одну группу. Все-таки их надо по три, наверное, сделать. Или так оставить, я не знаю. У нас ровно шесть отрядов. Два отряда лучников. И отряд толпы крестьян. Все-таки, да. Все-таки надо их по три сделать, чтобы бить по флангам. В равных количествах, примерно. Так, сядем поудобнее. Сейчас кто-то будет огребать. Или я, или он. Так что, начинаем битву. Я все-таки думаю, мы им быстро надаем. Известных. Субстанций. Так. Обойдем с флангов сразу. И попробуем убить военачальника их. Ну, или любой другой отряд, который пойдет на нас. Ну, их сразу будем поодиночке разбивать. Ну, вот, уже один побежал. Это хорошо. А вот на вас то, что бегут, это не очень хорошо. А вы, в принципе, можете справиться, я так думаю. Давайте еще их чуть-чуть к себе подманим. Так, вы нападайте. Ага, он не один, да? Все, все, все. Побежали, дурачки. Эти разобрались. Давайте крестьян давите. Подудите чуть-чуть. А вы куда? Вы? Я же вас вроде направил. Нет? Куда это вы побежали? Ой-ой-ой. Давайте толпа. Давите повстанцев. Вы что, крестьян не бьете? Ладно, их там уже все забили. Смотри, толпа еще держится. Надо же. Да, немножко я глупо сейчас поступил. Зря я их отправил сюда. Надо было все-таки добивать военачальника. Они будут оскакали и ему голову бы и отрубили. Эти, в принципе, то справляются. Что я сделал-то? Зря я так сделал. Не ругайте меня, товарищи. Я играю так, как я могу играть. Конечно, такие ошибки обычно не прощаются. Но это всего лишь повстанцы, я учту, ребята. Больше такого, надеюсь, не повторится. Так. Ну, вы все уже, да? Справились. Ну, давайте. Тяжелый вооруженный пельсстат, они у нифига себе даже такие есть. Давайте зажимайте в кольцо их. Генерала. Ну, я уже думал, убили. А, кажется, я просто камеру так приблизил. Так, вы что? Все справились. Отлично. Генерал погиб. Победа. Завершить битву. И заговорочная победа. Только храбрецы радуются славной и благородной смертью. Победа. Ну, что ж ты так орешь-то? Ага, ага. Давайте. Правим. Вот так. Так, у нас пельсстата здесь. Ой, чувство я не сможем и отбить. Нанять мы тоже как-то не будем нанимать войска. Денег, в принципе, не так уж и много. Тут еще подмога стоит. Зараза такая. Тут нанимается, да? Давайте чуть-чуть. Где-то надо встать. Не знаю куда. Да, может быть, вас к этим бомжи отошли сразу. Давайте добьем их. На автобое, в принципе. Уместно здесь будет, я так считаю. Не каждую же битву нам принимать непосредственно личное участие. Переобучим наших воинов. Так. Что нам делать с этой армией? Я вот чувствую, мы огребем. Если мы сейчас на них нападем, то мы огребем. Я, конечно, не уверен, но у меня такое предчувствие. А вот если они будут атаковать просто Афины, я думаю, мы сможем отбиться. Конечно, глупо так считать, но я так думаю. вот подкрепление не разнесут. Так, что это? Где это? Понял. 90-90 против 455. Ага, вот он сейчас здесь. Молодец, молодец. Адов больше нет, нехватит. Чуть-чуть армию их разделили, получается. То есть там у него подкрепления уже не будет, если мы разнесем сейчас его армию здесь. Мудрый человек в мирное время готовится к войне. Гораций. Ну, это понятно. Я всегда готовлюсь к войне. Хоть я и не мудрый человек. Ладно, скипаем речь. Какая-то необычная здесь местность, я посмотрю. Холмы, все такое. Так. По старой схеме будем давить. Отряд с левого фланга, отряд с правого фланга и давим бомжей, да? Лучников, я думаю, на холме устроим здесь. Так, нельзя, что ли? Сюда можно. Нет. Нельзя. Печально. Так вы криво стоите. Мне так не нравится. Давайте встаньте поровненько. А вы вот сюда. Я, правда, не знаю, с какой стороны враг будет идти. Может, он вообще с фланга пойдет? Холм даст некоторое преимущество нам, поэтому установим их там. С этого фланга один отряд, и с этого фланга, соответственно, другой отряд. кавалерии. А, вот он и враг. Да-да-да. Зря я их так установил. Давайте тогда встаньте вот так. Таким образом. А наших крестьян поставим вот здесь. Они будут сдерживать первый натиск врага. Так, я посмотрю, у него копейщиков там почти 80%, если не 90%. 90%. И отряд генерала. Да, будет сложновато. Генерал, у него конные всадники. А если бы точнее, конные стрелки. Против шести конных копейщиков, двух отрядов лочников и толпы. И все побитые, и все раненые у нас. Так, как мне быть? Он не разделяет армию, он идет одним монолитом на нас. Так, вроде зашевелился. Это хорошо. Надо его чуть по клочкам раздробить, чтобы он основные свои силы делил. Что-то он не собирается делать. Там 4 отряда на нас идет. Три, ладно. Х-2. Один отряд мы не успеем, наверное, да? Печально. Эти за ними гоняются, эти здесь в самом пекле остались. Один отряд на нас выступает. Гурчники, атакуйте их. Гурчники по нашим крестьянам попадают. Мне сейчас не до них, ребята. Вражеский полководец убегает. Вражеский ван начальник бежал, пытался бежать и погиб. Вражеский полководец мертв. Его люди знают, что их судьба решена. Смотри, стоят и не разворачиваются. Их под, потому что их там сзади фаршируют. Давайте атакуйте и... Эй, куда бы, куда бы, куда бы. Все не так опять идет, как я хотел. Второй отряд побежал. Хорошо, что тот вернулся хотя бы. Крестьяне дохнут. Что там вообще происходит? Гурчники, вы хоть стреляете, хоть их убиваете, я не понимаю, вы... Давайте как-то уже разберитесь с ними. У вас преимущество на холме, вы могли бы их всех расстрелять в чертовой матери. Что же вы... Как... Ой, елки-палки, ладно. Трусливые собаки не хотят траться в тени. Наши стрелы не закрыли солнце словно тучи. Тысячи народов Македонской империи не накинулись на них словно ветер и не снес их как горстку сухих листьев. Давайте, ну что, как наркоманы. Капли-то какие-то. так... Попробуем... Блин, я даже не знаю. Все отряды у него находятся близко друг к другу. То есть, если я нападу на один, второй быстро прибег сзади. А это... Копейщики, гоплиты. Против конницы они... Очень-очень-очень... Успешны. Ой... Так... Вы не можете их, да, добить? Что там... Ой-ой-ой... Вы что делаете? Вы дурачьё. А ну что вы стояли-то? Вот, блин. Вот стоит только на секундочку отвлечься и всё. И ваших ребят нанизывают как шашлык на шампу. Так. Что делать-то? Как-то надо этот отряд обойти и быстренько его наказать. Я уже не знаю даже как. Вот так, наверное, да? Сейчас мы этим отрядом отвлекаем этот отряд, а этими ребятами попробуем быстро ему в задницу войти. Так, давай-давай-давай-давай. Отходи-отходи. Всё. Всё. ГГ, блин. Для этого отряда это ГГ. Это хорошо. Чё-то они нас там жёстко посмотрите какие потери идут. Да. Это жёстко было. Ну ещё три отряда ёлки-палки. Это жесть, блин. Что мне делать? Так. Будем по старой схеме. О, ну наконец-то. Молодцы. Обстреляли уродов. Теперь добейте их, чёртова мать. Пусть никто не выживет. Хоть один отряд они уничтожили. Это конечно здорово. Ускоренно маршевые. Вы чуть-чуть повыше встаньте. Будем атаковать снизу и сверху. Это получится. Видите, слева два отряда и они близко друг к другу расположены. То есть, если я нападаю на этот отряд, они тотчас сбегутся и ударят нам с тыла. А удар с тыла поконится гоплитами это смерть. Позорная, жестокая, быстрая смерть. Давайте. И нет. Назад, 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 назад. Вот зараза, вот приперся ты, а? Делать тебе нечего. зато если мы разобьем эту армию, мы, я так думаю, афины отобьем. Вы тупые что ли? Отходите, ускоренный марш, быстро, быстро. Вот, скотина, вот вы видели, да, отряд отходил, решил наброситься, набросился и убежал назад. Как это? Как это называется? Все, три отряда ушли. Вот, блин. Эти девчонок вряд ли уже вернутся. да, и вот даже царь Леонид стоит и надеется не просто на славу, приобретенную в битве в виде смерти, а на победу безумная мысль, но все же. Давайте, македонцы, македоняне, разорвите их нахрен, а, спартанцев. Давайте, нападайте, нападайте, ребята. Так, вы все в атаку, не медлите, и вы тоже в атаку. Кофе бы. Они выбрали мечей, они погибнут от этих мечей из их сранок. Так, лучники, вы у нас без дела стоите, давайте поближе выступайте. Где вообще? Ой, елкипалки, вы зачем там гоняетесь за ними. Встаньте здесь. Вот сюда. Ускоренный марш. И, собственно, толпа тоже сюда. куда-нибудь. О, вернулись что-то? А, не вернулись. Просто этих теперь 9 осталось. Да, два отряда. в принципе, в принципе, я думаю, мы сможем одолеть. Можно просто правильно использовать свои войска. окружаем врага в кольцо. А дальше уже решим, кого убить, кого избивать. Вот видите, один уже отделился. сейчас бы еще правый отряд отделился на правый фланг. Собственно, он это и делает. Нам хотя бы один отряд отвлечь, просто отвлечь, чтобы атаковать. на нас побежал. Прям в атаку рвется. Давай атаковать. 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 Все, зажали. все, теперь этот отряд мы быстро разобьем. С тыла и с фронта атакуем и все. Я надеюсь на это, что мы его быстро разобьем. они уже куда-то бегут в сторону границы, хотят отступать. И очень хорошая идея, дружок. Даже если ты вернешься в свою санную спарту, я сотру ее с лица земли. каждому песцу, каждому греку вырвут язык и выколят глаза. Любое упоминание о спарте будет означать смертный приговор. И люди забудут, что спарта существовала. Я заморю вас голодом. Сволота такая. Предатели. Получайте. до единого всех разбить. Вот два еще бомжа. Давайте убивайте их. Последний. На. Враги потерпели сокрушительное поражение. Это поразительная победа. Достойная великого полководца. Героическая победа. Один отряд конных копейщиков мы потеряли. Или по крайней мере он бежал. Я точно не уверен. Зато от Афина отвели мы врага. Так. Наш посол тем временем идет Египет он уже посетил. Я думаю теперь нам надо Карфагену пойти. Он конечно где-то в районе Туниса. Там находится Алжира. И до него идти далеко. Я боюсь что дипломат наш тупо не доживет. Надо флот увеличить. Так. Нет вернулись все-таки. Да? Да вроде бы. Я думаю нам надо флот небольшой создать. чтобы отгонять всяких козлов. Смотрите уже бруд там стал. Приплыл наверное. Или у него город целый. Где-то здесь неподалеку. Я не знаю. Так. Что мне с ним делать? Приемник. Наследника отправил. военачальники у меня все-таки крутые более или менее. Но вот что будет когда их не станет? кто понесет великое знамя Македонии в центр Европы? О, опять. Каждая серия я просто я даже не успеваю ни на кого сам напасть. Понимаете? Я тупо отбиваюсь, 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 отбиваюсь. это невозможно. По две три стычки за ход. То есть я делаю ход, с этой стороны атакуют греки, с этой стороны брутто, с той и там скифы, еще что-то, еще что-то. Нам все объявляют войну. Что я всем сделаю вообще? Вечером мы будем пировать. Надеюсь, надеюсь пировать он будет. как бы нам сейчас Афины не просрать. Наша задача поджечь таран. А вот с лестницами что делать? Я даже не знаю, ребята. Чувствую вот это все, это конец. Не думаю, что мы отобьемся. Ну попробовать стоит. Если бы он конечно еще под крепление вон тех копейщиков отправил, то это уже реальное поражение было бы. Ну и здесь тоже конечно еще не факт, что мы победим. Я все-таки склоняюсь, что мы проиграем. У нас преимущество это стены. Стены более или менее как-то будут тоже атаковать врага. не 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 а не а что делать с его лестницами это конечно вызывает кучу вопросов. Сможем ли мы вообще поджечь таран? Если да, то это будет замечательно. Он сразу поставит стены и начнет нас на наших стенах убивать. Так, застречки атакуют. вы по лестницам атакуйте. А вы атакуйте чисто по тарану. Вернее по тем кто несет таран. Неплохо так колбасит. так сколько там таранов в жизни ноль ноль урона так вы три отряда 4 отряда или три три отряда так пути лестницы так восемь человек все у нас уже несколько отрядов лишились боеприпасов боеприпасов сейчас сломать там стены вы все атакуйте я даже не знаю что делать горячим маслом там обливают во всю все у нас уже боеприпасы закончились ребята полностью истощены таран ноль урона стены уже 14 ворота сейчас они сломают и пройдут на площадь чтобы он этого не сделал нужно значит в стен установить несколько отрядов сейчас мы спустимся и он на стены залетит даже не знаю что делать режим обороны как сдерживают 47 успеет сломать или не успеет или побежит как трусливая собака 67 да давай беги уже отсюда у него там сзади еще один отряд на подхвате пока что два отряда мы уничтожили почти два отряда сколько там ворота еще вы делаете все сломали ой потеряем афины ребята потеряли мы афин так и отряды на стене три отряда будет у ворот афин 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 заходит ему таран что ли мешает или чё что-то стоят реально стоят и эти почему они встали ладно давайте встаньте вдоль стены не понял сейчас я прикола какого хрена они встали встали так господи встаньте вы нормально ладно стойте как стоит так вы готовы принять удар два человека сломали ворота дайте ускорим а чё они не атакуют я не понимаю девять восемь мы сейчас три отряда уже уничтожили да три отряда теперь что делать с вами стены не стреляют они не идут у них лестницы они встали они сломали нам ворота стоят тупо стоят пятьдесят три шестьдесят два шестьдесят четыре так это странно очень нет смотри стреляют по ним стены и даже отнимается у них 61 60 это баг что ли или я не понимаю почему они встали может им таран мешает пройти ну у них есть лестницы они могут поставить их я бы с таким войсками я думаю разнес бы этих бомжей плюс у них еще вот здесь военачальник 81 один человек а у меня обычный с ножичками пельтасты ну ладно давайте на стену заложить пожалуй я этот момент и не знаю даже мне что делать ускорить перемотку и дождаться когда они начнут выступать просто они так могут стоять бесконечно давайте тогда я перемотаю что ли немного посмотрим что будет происходить вообще они просто тупо стоят я не знаю почему так я уже думал мы афины потеряем а если они так и будут стоять то мы спокойно их обстреляем все хорошо я пожалуй перемотаю если они выдвинутся возобновим запись так враг пошел в наступление догадался направить лестницы на наши стены так что нам надо как-то по-быстрому еще больше людей согнать к стене и защищать ее пока я перематывал прошло где-то минут десять они так и стояли и мы полностью уничтожили их отряд сейчас они будут залазить и получать это хорошо по одному они залазят у них нету копий своих длинных поэтому я думаю мы их быстренько быстренько ой-ой-ой пошел военачальник пошел на нас я не знаю войдет через ворота или войдет залезть на стены пошел через ворота а встанет ли он как тот или нет или ему будет мешать таран нет вы посмотрите таран не мешает то есть они проходят почему те стояли я не понимаю это тупо очень непонятно и все-таки чуть-чуть мешает так 62 человека а было 81 уже неплохо я вот думаю если мы всех спустим и попробуем атаковать мы сможем их разбить или нет или наши побегут как трусы сейчас бы еще один отряд идет вот и проблема еще свой начальник пойдет на площадь там будет сидеть две минуты и если мы его оттуда выбьем мы потеряем город режим обороны так что делать давайте вы на площадь бегите не знаю чего мы сможем добиться 50 человек а эти что ведь не знают куда идти и тупо обстреливаю так вы пожалуй сладитесь все побежали он захватывает нам площадь и минуты как я и говорил если мы зайдем сюда время останавливается хорошо значит вы будете здесь стоять и ждать подкрепление другого варианта я не вижу так 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 спускайтесь все все он на нас идет хочет прогнать говорит молота моя площадь давай отсюда но не медленно это плюс для нас если мы будем бегать из одного угла площади в другой в принципе я думаю мы сможем дождаться нашего подкрепления и навалять ему ускоренный марш а наш военачальник пусть сидит прямо у ворот я просто не знаю может быть те вернутся или может этот начнет вступать назад я просто не хочу отпускать его надо наказать или убить боеначальник просто наглость постоянные атаки постоянные натиски на наши города войска просто невыносим да вы побежали теперь я вот думаю как мне с ним справиться так же как и кавалерии атаковать с тыла из фронта из флангов как только возможно справиться ли они как-никак-то гоплиты как-никак-то военачальник жесткие ребята ребята но не толпитесь давайте организованно покидайте битву что вы блин как неграмотная толпа бегает выпекается на нас быстро назад вы подмогу назад нам тоже нам нужны все с флангов идите о победа ну нифига себе побежал трусливая собака они просто пуганые кролики зажимать и человек одиннадцать все кончился ваш генерал авантюра провалилась до тупорылые греки не в обиду грекам я в смысле македонцы тоже греки так что я имею ввиду тупорылые враги мои греческие города вот эти засады если ее обнаружить и быстро окружить нанесет нанесет готовящим ее такой же урон какой они сами хотели нанести чего афины отбили слава богам слава зевсу так постройка завершена набор объявлен союзом юлию с германией сохранимся после такой эпичной битвы и думаю на сегодня все дорогие друзья ставьте лайки подписывайтесь на наш канал увидимся в новых сериях всем пока пока пока